Санатория Централ Покажем, какие категории номеров предлагаются, как организовано питание и, самое главное, возьмем интервью у главврача и посмотрим лечебную базу. Санаторий Централ расположен в центре курорта Смырдаки. Для того, чтобы оценить особенности расположения санатория на курорте, предлагаем посмотреть на него с высоты птичьего полета. Итак, друзья, начнем наш видеообзор. В санатории Централ 35 номеров. Сразу хочу отметить, что в санатории нет номеров для людей с ограниченными физическими возможностями и нет безбарьерного доступа. Подключение к интернету по сети Wi-Fi. Данная услуга для гостей бесплатна. А сейчас мы посмотрим на номерной фонд. Добрый день. Добрый день. Кличик можно? Некса пачей. Спасибо. Для удобства передвижения гостей по санаторию есть лифт. Двухместный номер, супериор. Отметьте, что замки обыкновенные. На ключ. Площадь номеров данной категории от 23 до 25 метров квадратных. Номер состоит из просторной прихожей, совмещенного санузла и непосредственно самой спальной комнаты. Здесь есть большая двухместная кровать размерами 200 на 200 сантиметров. При необходимости ее можно раздвинуть. Телевизор с различными программами, в том числе и российскими каналами. Телефон, с помощью которого вы можете связаться с персоналом отеля. Холодильник без мини-бара. Нет климат-контроля. Нет балкона. Ведь из окон открывается на улицу или во двор. В номере нет сейфа. Гости могут воспользоваться сейфом на рецепции за доплату. Также обращу ваше внимание, что не предлагаются халаты и тапочки. Но халат можно взять на стойке рецепции в аренду, а тапочки купить. В номере совмещенный санузел, где устанавливать только душ. Есть набор полотенец и фин. И унитаз. Подключение к интернету по сети Wi-Fi. Для гостей бесплатно. На полу паркетное покрытие. Проживание с вашими домашними животными запрещено. Гости, проживающие в санатории Централ, завтракают, обедают и ужинают в ресторане санатория Виаторис. Расположенного в непосредственной близости на расстоянии 70 метров. Гостям необходимо пройти это расстояние по улице. Мы увидели, какие категории номеров предлагаются. А сейчас посмотрим на ресторан и как организовано здесь питание. Ресторан в отеле на 120 посадочных мест. Есть места и для самых маленьких гостей. Завтраки предлагаются в форме шведского стола. На завтрак гостям из напитков бесплатно предлагается чай нескольких видов. Есть к чаю мед и лимон. С этой стороны кофе. Есть вода с лимоном, обычная вода. И два вида сока из автомата. Обед и ужин проводятся по выбору из меню. На обед 4 блюда, на ужин 5. Из напитков бесплатно предлагается вода. На обед и ужин гостям к диспозиции салаты и свежие овощи. Дорогие друзья, разрешите представить Мария Махова, диет-сестра. Сейчас она нам расскажет, какие диеты предлагаются гостям. Здравствуйте, Мария. Расскажите нам, пожалуйста, о диетах. Добрый день. В нашем ресторане для гостей готовим диетическое питание. Помимо рациональной и низкокалорийной диеты, готовим диабетическую, безглютеновую, безлактозную, гистаминовую. В случае, если у пациента индивидуальная пищевая непереносимость к пищевым продуктам, готовим пищу специально для гостя. В нашем ресторане найдем подход для каждого пациента. В отеле есть лобби-бар, где можно заказать напиток и съесть вкусный десерт. У санатория «Централ» есть собственное лечебно-оздоровительное отделение. На базе санатория «Централ» гостей принимает доктор и проводится часть сухих процедур, такие как фототерапия, физиотерапия и электротерапия. Но основные процедуры, которые проводятся на основе сероводородной воды и грязи, а также массажные кабинеты, проводятся в курортном бальнеологическом центре. От санатория «Централ» до бальнеологического центра 150 метров. Отмечу, что гостям необходимо будет ходить по улице. Дорогие друзья, мы находимся на курорте «Смурдаки» в Словакии. Разрешите представить Алина Грабинова-Ряжка по специальности дерматовенеролог и практикует на курорте «Смурдаки» 2007 года. Здравствуйте, Алина! Здравствуйте! У нас есть пару важных вопросов. Как происходит лечение на курорте «Смурдаки»? И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о истории курорта «Смурдаки». Легенда о возникновении «Смурда» гласит о пастухе, который по стаду на местах нынешнего курорта, и у которого болели ноги. Пастуха привлек специфический запах, который исходил из одного источника, и это толкнуло его искупать в нем ноги. И случилось, что ноги перестали болеть. Первый источник был обнаружен в 1617 году. Первый химический анализ воды был сделан в 1763 году и была предпосылка на основание и стройку курорта. В 1832 году были открыты новые источники, открыты залежи грязей и построен первый курортный дом. В 1952 году были открыты новые источники и специализированный курорт для лечения заболеваний кожи и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Какие группы заболеваний лечатся на курорте Смурдаки? Показаниями для лечения в санатории Смурдаки являются в основном хронические кожные неинфекционные заболевания. Такие как псориаз, атопический дерматит, акне, розоцеа, локализованная склеродермия, ихтиоз, экземы, нейродермиты. Очень хороший эффект мы видим при лечении после ожоговых рубцов. Из заболеваний опорно-двигательного аппарата это по большой части псориатический артрит. Но также ездят нам пациенты и с вестибулярным корневым синдромом, и с артрозами разных суставов, и с болезнью Бехтерева. Пациенты после операции на позвоночнике и на других суставах. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата важно подчеркнуть, чтобы пациент был достаточно мобильным, чтобы мог вступить и выступить из ванны, потому что пока что у нас не имеются приспособлений для полностью иммубильных пациентов. Помимо основных групп заболеваний кожных и опорно-двигательного аппарата, какие-то дополнительные группы? Только кожные заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата. Какими природными факторами лечатся данные группы заболеваний? Специфическими, безусловно, в санатории Смурдаки являются сероводородные минеральные ванны, будь частичные или общие. Концентрация сероводорода колеблется от 25 мг до 300 мг на литр воды и зависит от возраста пациента, от стадии заболевания и от супутствующих заболеваний у пациента. Дальше такой уникальной и целебной процедурой являются грязевые аппликации в серных грязях, которые в течение целого года созревают в специальных бассейнах под сильно концентрированной сероводородной водой. За этими двумя процедурами к нам ездят пациенты за тысячи километров издалека. Какие еще дополнительные процедуры вы можете провести своим гостям? При кожных заболеваниях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата мы проделываем комплексное лечение. Кроме сероводородных ванн и грязевых аппликаций мы пациентам еще предлагаем и другие процедуры. В случае кожных заболеваний это фототерапия, это в ванны гипермангановые и отрубовые, а также обрабатывание патологических очагов специально подготовленными маслами и мазями. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата у нас имеются разные виды электротерапии, ультразвуковая терапия, магнитотерапия, гидротерапия, например, душ, шарко, гидромассаж, парафиновые аппликации, разные виды массажей, индивидуальная групповая гимнастика и другие процедуры. В целом около 60 процедур и лечебных, и релаксационных. Приезжают ли на лечение дети и с какого возраста? В санатории Смордаки могут лечиться дети с кожными заболеваниями в возрасте от 3 лет. От 3 лет до 6 лет пациенты лечатся в сопровождении близких или родителей. После 6 лет есть возможность лечиться самостоятельно. Детская лечебня ЕВА имеет отдельный больниологический комплекс, и все дети находятся 24 часа под наблюдением медицинского персонала. Расскажите немного подробнее о лечебном отделении ЕВА. Какие там проводятся процедуры и какие там есть специалисты по работе с детьми? Все дерматовенерологи в Словакии проходят стажировку на детской дерматовенерологической клинике, и поэтому также специализируются на лечении детских кожных болезней. В детской лечебне ЕВА находится отдельный больниологический комплекс, в котором есть минеральные сероводронные ванны, гипермангановые ванны, отрубовые ванны, разные виды гидротерапии, душ-шарко, гидромассаж. Имеется там фототерапия ультрафиолетовыми излучениями спектра А, спектра Б, а также узкоспектровая фототерапия 311 нанометров, а также обрабатываем патологические очаги у детей нашими специально подготовленными мазями и маслами. Грязевые аппликации у детей не используются. Иногда при лечении после ожоговых рубцов используем ультразвуковую терапию в области рубцов. На какой срок приехать на курорт Смодаки для получения эффекта лечения? Какой период? Оптимальная длина лечения 3-4 недели. Какие результаты лечения вы наблюдали за свою практику работы? Что касается результатов, то эффективность от лечения около 80%. При кожных заболеваниях после 4-недельного лечения ремиссия заболевания, то есть период без проявлений заболеваний или с минимальными проявлениями, длится от 6 до 9 месяцев. Какие документы пациенты должны привести? Есть ли возможности на курорте Смодаки пройти какое-то диагностическое обследование? За дополнительную оплату можно пройти электрокардиограмму, общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимию крови. То есть какие-то документы нужно привести, если есть? Ну если есть, обязательно, потому что мы здесь не делаем лабораторную диагностику кожных заболеваний как такую. Если есть какие-то аллергические анализы или гистологическое обследование, так что это очень важно. Сколько работает у вас персонала врачей, массажистов? Врачей у нас работает 5, средний медицинский персонал 13, физиотерапевтов 4 и массажистов 7. Каждый медицинский персонал периодически проходит курсы специализации. Как назначаются процедуры? Можете назвать примерно, сколько процедур входит в пакет и можно ли эти процедуры в процессе лечения менять? Целый процесс приема пациента происходит приблизительно так. Пациент придет на рецепцию, зарегистрируется и потом приходит к нашей медсестре. Медсестра вносит все нужные данные в компьютер, отмеряет ему давление, вес и потом направляет его к врачу. У врача уже после обследования программа может быть остается такая, какая есть или может меняться. В программу «Вкус мрдак» приблизительно, если я не ошибаюсь, входят 2 процедуры в день. В комплексную программу приблизительно 3 процедуры в день и в интенсивную 5 процедур в день. В зависимости от состояния заболевания и от общего состояния организма, бывают каждый день минеральные ванны или другие ванны, потом фототерапия каждый день, обрабатывание кожей мазями и потом еще дополняем, будь какие-то массажи, грязевые аппликации, электротерапия уже в зависимости от заболевания. А можно менять в процессе уже лечения процедуры? Каждую неделю пациент приходит на визит к врачу и в зависимости от состояния заболевания, будь остается терапия или может меняться на другие процедуры. Если есть какие-то обострения, то пациент может прийти и мимо основных визитов. Есть особая группа пациентов, это после онкологических заболеваний. Принимаете ли вы на лечение таких пациентов? Что касается онкологических заболеваний, то после онкологического заболевания пациент должен быть минимально год в полной ремиссии, для того, чтобы у нас получал полноценное лечение. Но после того, как пройдет год, он может уже приехать и принимать какие-то процедуры? И принести подтверждение от онколога, что он находится в полной ремиссии. Какие он сможет получить процедуры? Я скорее вам скажу, что противопоказано. Это в основном магнитотерапия вся противопоказана после онкологических заболеваний и с электротерапией тоже осторожно. То есть он может получить и грязь, и минеральную ванну может уже получать после года ремиссии? Да. Ну, возможно, управляем как-то концентрацией сероводорода, не в полной концентрации, а даем меньшей концентрации. Речь пошла про противопоказания. Можете рассказать в общем о противопоказаниях на курорте? Ну, это очень актуальный вопрос, потому что у нас очень часто случается, что процент приедет к нам издалека, проделает сотни километров, а мы здесь выявим какое-то патологическое состояние, с которым он не может ходить на процедуры. Также противопоказания для лечения в санатории Мордаки следующие. Это все инфекционные заболевания, включая кожных инфекционных заболеваний, это все заболевания в стадии обострения, все заболевания в стадии декомпенсации, будь это сердечно-сосудистые заболевания или заболевания печени, почек. Сахарный гиабет в стадии декомпенсации, эпилепсия, беременность, кахексия. Что касается бронхиальной астмы, потому что всюду она пишется, что противопоказана, но противопоказана тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма. Пациенты с легкой бронхиальной астмой к нам приходят. У каждого такого пациента мы делаем дыхательную пробу, что значит, что он вдыхает испарение от сильно концентрированной сероводородной воды и в течение некоторого времени мы следим, не будет ли раздражения слезистых оболочек. Если все пройдет нормально, то пациент получает полноценное лечение. Потом надо вспомнить состояние после тромбофлебитов, это воспаление вен. После воспаления поверхностных вен должно пройти минимально 6 недель, после глубоких вен минимально 3 месяца. Онкологические заболевания мы уже вспоминали. И так, наконец, я вспомню еще 3 противопоказания, потому что с такими к нам ездят редко. Это инконтиненция мочи, это относительное противопоказание, там делаются исключения. Инконтиненция кала и некоторые психиатрические заболевания в стадии обострения. И еще кровотечение любого вида, потому что сероводород расширяет сосуды, так что если есть какие-то кровотечения, оно может усугубить. При кожных заболеваниях важно и диетическое питание. Как оно настроено на курорте Смурдаки? Ну, диетическое питание важно для всех заболеваний. Из кожных заболеваний оно очень важно при атопическом дерматите, потому что люди с атопическим дерматитом, они очень чувствительны на разные аллергены, в том числе и на пищевые аллергены. В санатории Смурдаки есть диетическое питание, у нас есть диетическая сестра. При поступлении пациента врач назначает диетическое питание, делает какие-то исключения в пищевых продуктах, а уже потом пациент с диетической сестрой все откорректирует. Алина, спасибо большое за подробный разговор о тонкостях и нюансах лечения на курорте Смурдаки. И вам большое спасибо. Будем рады вас и ваших клиентах видеть в нашем санатории. Мы находимся у процедуры сероводородная минеральная ванна. Алина, расскажите, пожалуйста, подробнее о этой процедуре. Ну, как вы уже сказали, основой лечения являются сероводородные минеральные ванны. Здесь мы видим пациента, который лежит в общей ванне с концентрацией сероводорода 100 мг на литр воды. Сероводород имеет очень хорошее влияние на кожу и на глубокие структуры. Он имеет противовоспалительное действие, противоболевое действие, хорошо действует против зуда, имеет антибактериальное действие тем, что отбирает бактериям кислород. Очень хорошо влияет на глубокие структуры, на мышцы и на суставы. Сколько по времени проводится данная процедура? Оптимальная длина процедуры 15 минут. Температура воды 38 градусов. Концентрацию сероводорода, температуру и длительность ванны определяет врач при первичном осмотре. И зависит от стадии заболевания, от возраста пациента и от сопутствующих заболеваний у пациента. Вода имеет оттенок, зеленый оттенок? Ну, я бы скорее сказала, такой желто-коричневый и специфический запах. После процедуры пациента укутывает? После процедуры идет сухое обертывание. И он еще в течение 20 минут, полчаса лежит, чтобы сероводород впитался, чтобы хорошо улучшилась микроциркуляция в теле и чтобы имел благотворные действия на целый организм. Мы находимся в грязевой кухне, где непосредственно происходит приготовление лечебной сероводородной грязи. Уникальными и специфическими для СМРДАТ являются серные грязи, за которыми ездят пациенты с целого света. После того, как выкопают грязь, они созревают в течение целого года в специальных бассейнах под сильно концентрированной сероводородной водой. Оттуда грязи поступают в грязевую кухню. Вот здесь грязевая кухня, где они доводятся до специальной температуры в 45 градусов и до специальной консистенции. И уже отсюда грязи идут прямо к пациенту. На грязевые аппликации. Целая процедура грязевых аппликаций длится около 20-25 минут. Температура грязи 45 градусов. Кроме действия сероводорода, которые мы уже вспоминали при сероводородных ваннах, грязи еще имеют очень хорошую температуру. И они охлаждаются в 5 раза медленнее, чем вода. И согревают глубокие структуры мышцы, кости и суставы. И тем самым улучшают кровообращение, микроциркуляцию, имеют противоуспалительное и противоболевое действие. И расслабляющее действие на мышце. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube канал, следите за обновлением авторских видеороликов, бронируйте санаторий «Централ» по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com